Ютубчик еще тупит, он вообще у нас не сразу торопится. Правда у меня вот этот квадратик, который там битрейт считает килобит в секунду, но у меня желтый-то красный, а вот сейчас зеленый. Ждем, ждем. КБС-2600, надеюсь, этого хватит. Вот запуск трансляции, видишь, почти сразу. Ой-е-е. Подожди, ты рано радуешься. Я не радуюсь. Нет повода до радости. Вообще нет. В эфире? Пишут, что мы в эфире, но почему-то красный у меня показывает индикатор. Что, уже зрители пишут, что мы в эфире? Не-не-не, это Ютуб пишет, он без зрителей справляется. Я тоже Ютубчик, я тоже. Чаров народ, погнали! Ну мы в эфире, нас смотрит уже 20 человек. Вообще делать нехрен, что ли. Хрендец. Напишите, пожалуйста, в комментариях, все ли у нас хорошо, там, с картинкой. Нравится ли вам этот котик? Я сейчас сделаю в соцсетях еще посты. Ну и скинь мне ссылочку. Да, я сейчас скину. Лови. Теперь красивая обложка сделана. У-у-у. Че? Ну и правда, трансляция приостановлена. А, нет, слушаю. Нет, все работает. Да, все good. Ништяк. Да. Так, ребята, мы к этому стриму готовились. Оторвались от просмотра мемов с котами. Это, знаете ли, дорогого стоит. Нет, чувак, лучше ничего не ждет этого стрима, братан. По крайней мере, ничего хорошего. Здрасте, здрасте. Да, но мы на самом деле не просто так его завели, этот стримчанский. Ну, да. На самом деле у нас есть план. И мы его придерживаемся. У меня была какая-то стратегия. Да, давайте, наверное, начинать. Я раскидала постики по соцсетям, чтобы все точно видели, что все идет, все работает. Так, всем привет. Вы на канале Смирновскул. И у нас сегодня стрим с Артемом Демурой. Он же в ДГОС. О, привет. О, привет. Так, ну, в общем-то, как я уже сказала раньше, мы оторвались от просмотра мемов с котами и крестоносцами. И все ради вас, почтенная публика. Вот. И мы на самом деле получили сегодня Артема не просто так. Если кто-нибудь следит за нашей афишей, я думаю, что многие следят. У нас с Артемом поступает в следующую субботу, ЖЭШ, в арт-пространстве в Питере. Господи Иисусе, помогите мне. Но Господь тебя оставил, поэтому ты здесь. И то верно. Да. Ты сегодня у нас социализируешься. Да, пытаюсь. Ну, не плачь, не плачь. Я, кстати, уже давно не плакал. Не помню даже, когда последний раз такое было. Ну что ж, возможно, сегодня... Нет, 23-го. Ладно. Вот, в общем, идея простая, что сегодня у нас такой стрим в формате интервью, такой разговорный. Лекция, которая будет в следующую субботу... Ну, естественно, что сегодня стрим будет не той лекцией, которую Артем подготовил для арт-пространства. Лекция будет про... Звуки готовности. Да, у нас сегодня будет просто такой фритолк. Ну, как, в принципе, и планируется в следующую субботу. Собственно, фритолк это фритолк... О, Господи, вот этот трупешник. Да, у нас сегодня, возможно, будет шок-контент. Ну, в принципе, это знакомство с Артема. Да какой шок-контент, помилуй? Так мертвые люди. Кого? Он умер где-то полторы тысячи лет назад. Ему вообще на все насрать. Ну, это вряд ли он уже умер, мне кажется. Он развоплотился. Сорян, заранее прошу прощения. Без понятия, что я делаю. Да, в общем, планируется про окружение у нас фритолк. И это такой формат немного более свободный, чем лекция. Блин, точно же про окружение. Значит, какой-то лэндскейп сделать. Ё-моё. Ну, сейчас попробую. Из скелетов лэндскейп. Пойнот. Да. Ну, и, собственно, раз уж ты эту балалайку начал, сразу тебе вопрос, который преследовал Анджин на всем стриме. Фотоба, что ты фотобашишь? Рисовать не умеешь, небось? Он вообще не умеет. Учеб, пацаны. Сейчас бы рисовать пока 19-м. Камон. Так, тебе там уже всяких правок накидывают всяких этих. Сиамский близнец скелет. Блин, я помню, что как-то раз... Я не знаю. Ладно, я думаю, это ничего страшного по рейтингу. Короче, я как-то пытался... Мне стало интересно. Я пытался найти корн с сиамскими близнецами. К сожалению, не нашел. То есть у кого-нибудь завалялось, киньте в личку. Просто интересно. Все. Я все сказал. Я читала интервью с сиамскими близнецами. И они, в общем, там испылили некоторые, скажем так, когнитивный диссонанс, когда одна из сестер влюбилась, а тело там у них общее. Ну, еще бы. Вообще, мне кажется, что сиамских близнецов, которые доживали до доброго здоровья, ну, в общем, доживали до преклонных лет, их не так уж и много. Ну, да. Я почему-то и не удивлен этому факту. Хотя жаль, но не прикольно. Хотя, ну, наверное, это не очень толерантно, наверное, прозвучало и все такое. Мне кажется... Почему наоборот? Ну, типа, блин, я вот... Что касается всяких людей некроидной расы, блин, я обожаю ниггеров, пардон. Ну, типа, но я не могу... Мне, типа, они прикольно танцуют, прикольно поют, а еще довольно угарные бывают. Но я не могу им сказать, что, типа... Ну, вот если я вдруг увижу гипотетического чувака такого, могу сказать, «Е, ниггер!» Как в GTA в пятом. Типа, он же сразу такой, «Ты пошел ты нахрен, козел!» Ну, типа, у меня от этого... Нет, нет, ты можешь, ты можешь. Я же не ниггер, чтобы говорить ниггер. Нет, нет, ты знаешь, почему? Потому что ты не американец. У нас, типа, в культуре... Ну, в общем, у меня была коллега, она была коллега. Ну, в смысле, она до сих пор молодка, просто она была коллега. Вот, она сказала, что, в общем-то, они нормально к этому относятся, просто в американской культуре был вот этот момент угнетения, а в российской культуре этого не было. Ну и, собственно, вот. Поэтому они могут так делать. Американцы не могут, потому что у них есть бэкграунд, а у нас бэкграунда такого нет. Нет, это да, но я думаю, если ты зайдешь в какой-нибудь опасный район, никто не станет выяснять, кто ты и откуда. Что значит звук исчезает периодически? Стрим подвис. Блин. Блин, у меня работает все в порядке. У меня вроде тоже. И битрейт не скачет на ВБС-ке. Хм. Хм. Дай... Дело прерывается, у меня нормально все работает. Этот, а... Как его? А напишите плюсик, у кого все нормально работает. Дергается звук, это не звук дергается, это у меня голос дрожит. Не плачь. 23 тысячи через неделю. Да не, не поэт. Пишет, что подвисает трансляция «Братская магия сиамских близнецов». Могила. Прерывается местами звук. Ну и что с этим делать? Говорить может медленнее. Сейчас пишет, что все хорошо. А можно говорить медленнее, я постараюсь. Ну окей. Сломно. Наводи, а вот у кого-то все прекрасно работает. Мм. А ты можешь наводить флёр загадочности? Флёр загадочности. Блин. Я потеряю мысль, когда я говорю слишком медленно. Ну вот, если ты сейчас клетом замазываешь, это флёр загадочности. Вот зачем ты это делаешь? Потому что, типа, я возвращаюсь к теми фотобашам, я на самом деле, ну, стараюсь, по крайней мере. Есть тут один человек, который меня ужасно обожает пинать за то, что я оставляю слишком много фотобашек. Ну вот. И... А, под... ИБС-студио перед... Переподключение успешно. Во, всё работает. Так, у меня заработало заново. Да? Ну, зашибись, значит, у всех тоже. А чего, кстати, на Ютубе стримиться, типа, почему... А куда ещё? Не знаю, ну, я не шарю в стримах. На Твич, может быть, что, какой-нибудь. Ну, просто Ютуб, это ж, ну, типа, канал. Ну, да. Типа... То есть, туда же можно всё положить и пусть лежит. Не, ну, можно же вытащить запись с Твича, наверное, гипотетически, оставить её на Ютубчике. Нет? Так, мне кажется, особо это ни на чё не повлияет. Нет, может быть, он как Твич, как площадка. более стабилен. Ну, вот да. Или не. Ну, ни хрена знает. Можно как-нибудь попробовать в другой раз, например, попробовать перекатиться. Или, как многие киберкотлеты, перекатиться на миксер. Правда, не знаю, заплатит ли нам Microsoft за то, что мы перекатимся на миксер. Миксер это что такое? Да, я там мельком краем уха слышал, что, типа, Microsoft запускает свой стриминговый сервис, и, типа, многие, платят многим прогеймерам и стримерам, чтобы они переходили и стримили на миксере. И они, типа, а, к чёрту, этот Твич лаганный, который погряз во всякой хрени, но вот, перехожу на миксер. А там ещё, был ещё Пикарта в своё время, но мне кажется, что он что-то... Да, я даже пытался стримить на Пикарта, но он как-то совсем, совсем печальный, по-моему, был. Даже вот на стрим, на котором было там два-три человек, и они такие, блин, всё лагает, всё подвисает. Так, у нас есть вопросы. У нас есть вопросы. Вопросы. Да не бойся, не такие страшные вопросы. Я не боюсь ответить. Так, ну, во-первых, пишут, что у тебя крутые работы, живописные очень. А, спасибо. Я представляю, как это сейчас... Ну... в общем, для тех, для тех, кому картина стрима кажется неполной, я просто, ну, делаю такой дисклеймер, что Артём это такой два-на-два викингос. Это не такой тамный мальчик-художник, это такой большой здоровый мужик. Фуровый. Да не, я кучу люблю. когда шутка-то те шутит, это, ну, совокупность внешности даёт определённой атмосферы стрима. Так. У меня где-то была давно фотка, извините, перебил, там, где я, типа, рукой над собой держу, короче, велик. Ну, типа, обычную такую МТБшку, ну, для взрослого человека. Я тогда... Ну, блин, знаете, как вот большие собаки, короче, они не осознают своих размеров. И то есть, у нас, я помню, у меня в детстве была тавказская овчарка, чудесная, добрейшая псо, но она совершенно не осознавала своих габаритов. То есть, просто натурально, как слов в посудной лавке, тем более, что квартира у нас была такая не очень большая. Ну, вот, я примерно так же от этой поры до времени совершенно не мог осознать каких-то своих габаритов и вечно стучался обо всё головой и вот это вот всё. Потом я увидел эту фотку и понял, что, твою мать, куда, куда ещё больше. Ну, сильно лучше от этого не стало. Я всё ещё стучусь из-за головы. Хотя бы не так обидно, я мне перестал недоумевать по этому поводу. Ты ещё подрос. Я вроде слыхал, что мальчики где-то после 25, они тут уже почти перестают расти, за редким исключением, если где-то неопухший гипофиз, вот это вот всё. И ты, видимо, стал этим редким исключением? Знаешь, надеюсь, что нет, потому что люди с этой патологией долго не живут, а у меня большие планы. Ну, как большие планы? Чилить. Так, вернёмся к вопросу. Да, сорянно. Собственно, вопрос, во-первых, идей, ну, собственно, где ты берёшь вдохновение, кроме фотографий с трупами? На самом деле, мазон преимущественно. Как я меняю наклон кисти? Я не знаю, кстати, у вас такая панелька типа Brush Settings, и типа вот там вот какой-то из этих галочек то ли Shape Dynamics, то ли ещё что-то. Карей? Я здесь. А, ты просто замутилась? Окей. Ну, это где-то здесь, короче, есть вот типа штука, которая поможет тебе то ли вот это, то ли вот это. Короче, пощёлкай вот здесь и будете вся кисть менять угол. Надеюсь, помог. А ты же интерфейс отключил, я просто напоминаю. Они же не видят интерфейс. Нет, они видят маленький кусочек. В смысле, вообще панели не видите? Ну, я вот смотрю на трансляции, я вообще не вижу панели. Ты там, конечно, рассказываешь. Ну, значит, вам не повезло. Так ты можешь заскринить. Вот, заскринить и вставить и показать, где. Кстати, точно. Короче, где-то вот здесь. Я не помню, где точно. Я один раз настроил кисти, больше я сюда не залезаю. То ли здесь, то ли здесь. Короче, я не знаю. Вот здесь вот с этими настройками пощёлкай и будет у нас может тебе счастье. А проще забить уже в кубле и всё выяснить. Не так сложно. Так, ещё. Так, ещё есть вопросы. Вот, подъехали. Скрены. Так, ещё вопрос, кстати, прикольный по поводу развития пальцев. Типа, растяжка, тренировка, меры мышечной связи. Я знаю, есть такая пальчиковая йога. Не знаю. Я когда-нибудь давно у своего одноклассника, который был заедан в спортсмену, посмотрел, как он разминает пальцы. Ну, ещё особенно, ты просто разминаешь пальцы, потом хрустишь костяшками, вот и всё. А насчёт растяжки, не знаю, я всё одно время пытался поучиться играть на басухе, но у меня даже на басуху не хватало растяжки, поэтому я такой и сидел дрынька одну струну, пока не надоело. Может, потом вернусь всё-таки. Насчёт растяжки без понятия вообще. Я знаю, что она определённо есть, но я не это самое, не уверена, что кто-то этим занимается, по крайней мере, ни разу не видела, чтобы кто-то этим занимался. Нет, если есть у меня, короче, хоткей, там надо одновременно зажать Ctrl, Alt, Shift и сильду. Вот. Он, кстати, открывает страшно полезную штуку под названием Match Color. Вообще бомбезная хрень, поэкспериментируйте, кому интересно. Ну вот, и типа, да, вот поначалу у меня вот такой жёсткий хоткей был, сложно нажимать первые там пару месяцев, потом ничего, привык. И, в общем-то, это вся растяжка, которая мне нужна была для фотошопа. Там вроде говорят, что фотошоп обновился, короче, и теперь в фотошопе ну, можно, в общем, стирать и рисовать одной и той же кистью, но надо зажимать тидло при этом. Нет, ты можешь просто стирать и рисовать, ты можешь просто нажимать хоткие резинки. Нет, теперь можно одной кистью. То есть, допустим, у тебя стоит какая-то фактурная кисть, ты же ей же можешь стирать, просто нужно. О, нифига себе. Была бы у меня еще фактурная кисть, Вол. Нет, у меня вот есть, кстати, тут пресеты, короче, у меня тут есть несколько кистей, которые я пользуюсь чуть более, чем никогда. Ну, они есть, пускай будут. Новый фотошоп, я не помню, я обновлял фотошоп. Эта падла у меня недавно убила последние деньги с картой, я неделю сидел на гречке, но у меня были планы на эти полтора косаря черт побери. Что за прикол с гречкой? Она, ну, не самая дешевая крупа. Ну, не знаю, перловку долго варить, она не то, чтобы вкусная, рис, ну, блин, я еще борюсь с ума одним рисом питаться. Булгур, килограмм булгура, 100 рублей. Ну, камон, а гречка килограмм стоит примерно столько же 100 рублей. Нет, в разе. А гречка тоже мем. Ну, не знаю, блин, а гречка, это, мне кажется, почему она стала мемом? Да потому, что она универсальная, в ней достаточно всего, и при этом у нее хренелион рецептов, как ее можно прикольно приготовить. Так, господи, что я рисую? Кошмар. Без понятия. О, уже так, уже так. Так, был еще вопрос по поводу страха начать. Боишься начать рисовать, получается лажа, именно она и получается, и мотивации все меньше? Не знаю. Страх начать. Не знаю, мне страшно начинать, когда мне за работу уже заплатили, а начинать впадло. Я такой все больше и больше это откладываю, 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 и в итоге и рисую какую-то дрень. Ну вот. Ну нет, иногда, конечно, прикольно получается. Но, типа, ненавижу, когда ты платит вперед. Ну, это, конечно, хорошо, и все такое, но по предоплате работать. Во-первых, потом по факту получаешь меньше, а во-вторых, как ты, ты должен. У тебя нет никаких путей отхода. Тебе придется это что-то сделать. Как художнику бороться? Кстати, Боби-Ван знает толк в потоках силы, явно. Он что-то угадал. Не совсем точно, но угадал. По поводу алкоголя у нас уже не первый стрим задают этот вопрос, как бросить пить художнику. Баклахер сказал, что не надо бросать, надо начинать. Не знаю, я не пью на самом деле, фактически. Правильно, правильно. Заш. И есть куда более прикольные вещи. Поэтому нафиг. Сегодня на самом деле просто вынужденная мера. Да и то, кто сказал, что я пью вообще? Это лимонад был. Ну, просто я сегодня очень мало спал и весь день делал сложные дела. Так, вопрос, что рисуем? Если бы я сам знал, честно. Но, я пытаюсь сделать что-то осмысленное. Возможно, не получится. Какой-то орус. Сейчас, на самом деле, наверное, мое, одно из таких разочарований, когда ведешь стрим и спрашиваешь, там, приглашаешь кого-то крутого чувака, я такой, чувак, чувак, вот как ты нарисовал эту крутую работу, ведь ты, наверное, такую идею в нее вложил. Он такой, ну, я нарисовал пятно, потом еще одно пятно композиционно прикольно смотрелось. И вот иллюстрация. И меня так расстраивает это все время. Согласен, кстати, вот мы до стрима говорили про Сида. Я помню, что когда у него был Аск, но этот, я как-то раз задал ему один единственный вопрос, типа, а ты вот что-то, вот ты рисуешь там какие-то, ну, окей, там, для себя он в стражке не рисовал особо, а персонажку там какую-то, вот этот, я ему спрашиваю, типа, а ты придумаешь хоть какой-то бэкграунд для персонажа, вот это все? И он ответил, нет. Мне захотелось ответить в рифму, но потом я очень сильно расстроился по этому поводу, вот, и типа, на самом деле, вот это такой случай, как сейчас у меня здесь, это, да, я пытаюсь разглядеть в этом поносе, пардон, хоть что-то, а потом ты уже постепенно достраиваешь историю, возможно, будет какой-то бэкграунд. Возможно, конечно, это будет просто какой-то, типа, какая-то хрень, а может быть, за этим будет что-то поинтереснее, не знаю вообще, вообще без понятия. Но да, мне тоже всегда печалит, когда, типа, ты смотришь что-то такое прикольное, а потом оказывается, что за этим ничего нет, вот такой ме-е-е, ну, типа, ну, чувак, а как же подумать, а как же тем-то что-нибудь прикольное сделать? Ну, смотри, с другой стороны, как бы, не секрет, что ценится как раз рендер-машины, которые, не-е-е, ну, типа, можно просто рисовать. Да, окей, это офигенная рендер-машина, там, тебя обожают в студии, тебя нанимают на крутые штуки, а для себя ты тоже только рендеришь, что ли? Ну, камон. Ну, типа, не-е-е, давай что-нибудь поинтереснее, что ли, хотя бы для себя, черт возьми. Ну, слушай, на тебя я вообще постоянно натыкаюсь во всяких пабликах, типа, какая-нибудь альтернативная флешна или типа того. Что? Нет, в смысле, не на твои фотографии с котами, а на всякие твои работы, которые подписаны, типа, там, я не знаю, мрачные миры, Артема Демуры. Блядь. Ой, извини. Простите, простите. Просто вырвалась. Соррен. Стрим, если что, 16+. Да, 16+, хотелось бы побольше, но ладно. Если бы. На самом деле, мы тут вот недавно выяснили еще, что оказывается, надо ставить плашку 16+, в видосиках, потому что это... Сейчас сделаем, сейчас сделаем, но продлим. Потому что, короче, это реклама, как сказать, информационного продукта, типа того. Чисто мой психологический возраст. Возвращаясь к вопросу о картинках, которые постоянно в модных, альтернативных поблосиках. Любит вас Артем Баськович? Потому что, в общем-то, очевидно, что у тебя в работах присутствует некоторый лор. Ну, крайне спонтанный, на самом деле. Я одно время задумывался о какой-то теле вселенной. У тебя же есть работы, объединенные там сюжетом, разве нет? Если бы я еще соображал что-то в этом, то есть, я не знаю, пробовал у себя в каком-то писательстве вот это все, да, я бы с удовольствием все это объединил во что-то, но у меня, на самом деле, не хватает мозгов и сосредоточенности, чтобы причесать это все, зачесать это все под какую-то одну гребенку. Потому что, когда ты что-то такое придумаешь, ну, как мне кажется, ты начинаешь подчиняться правилам того, что ты уже придумал, и в итоге ты не сможешь отойти. Чем дальше, тем будет сложнее отойти. Шаг влево, шаг вправо, как мне кажется. Не, есть, конечно, варианты, типа, блин, вот то, что первое вспоминается, приходит на ум, это, например, этот варсонг Миши Барулька, это просто охрененные вещи. Но я почти уверен, что у него тоже что-то такое есть, в том плане, что у него тоже есть какие-то ограничения. Возможно, ему уже давным-давно надоело рисовать этих гребанных солдатиков, а может быть и нет. Так он их рисует же редко очень. то есть он перед подписчиками каждый раз извиняется, типа, ребята, а вот и я. Ну, типа, да, я давно особо не следил, но одно время он его прямо жестко спамил. Наверное, без работы сидел, не знаю. Ну, мне кажется, вот у него в какой-то момент были посты, типа, вернулся ваш блудный сын. вернулся не один со скетчами. Ну, блин. Ну, вот, не знаю, если бы у меня хватило мозгов и чищения что-то продумать, вот именно какую-то историю, хотя бы намек на цельную историю. А так, там есть что-то такое, наверное, я даже озвучивать это не буду, потому что это максимум абстракции. Я сам без понятия, что там происходит. Так, есть вопрос, собственно, говорят, что чем чаще рисуешь, тем больше прокачивается скорость. Вот наглая ложь, скорость падает. Нет ли у тебя такого ощущения? Не знаю, на самом деле не слежу за временем, рисую я или нет. То есть, в принципе, по большей части все, что я делаю, это я рисую или играю. 15 часов за комбом сутки сижу, рассказывается, надо мне здоровья, ну да ладно. Ну, типа, я не знаю, много я рисую или мало. Вообще без понятия. Однажды я поставил себе таймтрекер, чтобы посчитать для работы, сколько я рисую. Я с ужасом осознал, что работаю я часов в 4-5 от силы. 6 часов, это просто охрененно продуктивный день. То есть, вот так поработаешь, еще 2 дня выходных нужно. Остальное время я или свое калякаю, или нет. Поэтому без понятия, много это или мало. Ну, типа, я не могу сказать, что я как руанжатом работаю там 10, 15, 14 часов в сутки, потому что, типа, я не работаю столько. Потому что, типа, то, что вот такие хрени для себя рисуют, я вообще ни хрена не работаю. Ну, слушай, по поводу 6 часов продуктивного рабочего дня у нас был у нас тремя Артейдж, который, собственно, насколько я помню, он TeamBit, либо, ну, в общем, организовывает работу команды, и он сказал, что когда они рассчитывают, сколько у команды, собственно, идет времени на задачу, они изначально рассчитывают, что не больше 6 часов в день будет работать сотрудник. Потому что, а как же постоять у кулера, а как же перекуры, а как же вот это все, как же ютубчик первые полчаса, пока ты только приперся. Ну, типа, блин, понятное дело, что хоть немного более-менее грамотный манагер, он не будет никогда закладывать полноценные 8 часов, это полный бред. Да и к тому же, даже если ты их заложишь в пайплайн или, типа, в программу, все равно не работает так. Люди, в принципе, ну, вот, например, по своему примеру, у меня самое продуктивное именно для работы время, это я вот стою, короче, там, не знаю, в 10, в 11, в 12, в 13, в 15, и, типа, пью кофе, и вот между кофе и пока мне совсем-то как триндезно захочется жрать, это вот самое продуктивное время. Потому что потом я похаваю, потом меня разморят, захочется поиграть, потупить, потом вечером уже время для своих каких-то почеркушек. Вот. Типа, ну, закладывать больше 6 часов, ну, такое, я бы не стал. А если бы мне темлид сказал, ты будешь впахивать в 8 часов, темлид бы отправился в пешо-эротическое. У тебя был бы другой темлид. М? У тебя был бы очень быстро, мне кажется, другой темлид. Возможно. Блин, я помню, я как-то, ну, в одном из, на одном из мест работы, на котором я работал, у нас была такая штука, короче, мы давали там тему на день и рисовали скетчи в рабочее время в этой теме. Нормально. Мы так тоже в обед делали, на студии, когда работали, очень прикольно было. Она, правда, не надолго хватила, потому что нам ли придумала какую-то тему там, ну, такую, не слишком узкую, но довольно интересную. Может быть, я начинал что-то делать, а потом меня куда-то уносило, и я весь оставшийся рабочий день сделал свой пилинг. Не вижу проблемы. Я тоже не видел, а потом меня уволили. Но зато теперь дома сидишь, картинки рисуешь. Дома неплохо. Почему нам в картинках Артема девушки менее правы? Потому что я не умею рисовать девушек. Сорян. А ты что, сексист? Я вообще не умею рисовать. Знаешь, три вещи, которые мне искренне нравятся рисовать, и у меня, типа, никогда не попадает этот желание рисовать. Это камушки, корешки и туманы. Ну, елки еще. Елки я все равно не умею рисовать, очень-очень люблю. А девушки, типа, не знаю. Меня иногда тянет. Периодически у меня случаются, наверное, ввиду каких-то некоторых физиологических причин случаются дикие позывы нарисовать что-то такое дерзкое, горячее, эротичное, прям, что, типа, прям вот сразу поставил 18 или 21 плюс и продал запишенные бабки какому-нибудь извращенцу. Но все упирается в то, что анатомия так себе, и вообще все так себе, да и в процессе потенция как-то пропадает, что ли, не знаю. Это, короче, будут чувак-некромант и его скелеты братаны. И вот такой, типа, на самом деле ты знаешь вынуждена, наверное, раскрыть твой секрет который, в принципе, уже раскрывали немножко люди, которые забежали в твой инстаграм но я думаю, что наверное, стоит об этом сказать как у любого художника у Артёма есть драма в жизни драма заключается в том, что при всей своей невыносим любви Артём не умеет рисовать котов то, что вы видели на заглавном экране стрима это мой потолок сорян это вот все то есть, нет, они бывают повыразительнее например, с тилусом, кстати, у меня такое не очень получается а вот, например, на запотевшем зеркале пальцем у меня получается пара очень крутые коты надо, 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 короче блин, была, по-моему, какая-то офигенная история про парня из США, который рисовал какие-то набросочки по-моему, даже котов он рисовал за один за один цент вот, и продавал их и в итоге он что-то так дико хайпанул что, короче чуть ли не состояние себе сколотил и у него там по 10 ручек в день кончалось просто потому, что он постоянно сидел и на всем подряд скетчил этих котов и отсылал их за один цент вот, и типа и вот таких котов я мог бы рисовать просто целыми днями я думаю, может быть у меня когда-то был кот-инстаграм кот-ограм где я постил селфачи ну так не что постил а просто мне были фотки и там я селфачи с котами ну встречными всякими поперечными пока у меня не появилась моя жирная булка шерстная да, вот она там дрыхнет ну вот я ужасно скучал по котам всяческим у меня была кот-ограмма возможно стоит возразить эту традицию только уже с нарисованными на сплотевших стеклах котами не знаю скелетом гитары ты там продашь на обложку к каким-нибудь блакарям да в том-то все дело что если я не нарисую гитары блакари с куда большим удовольствием возможно это купят а есть какая-то специфика ну то есть помимо того что все должно быть мрачно и жутко ну специфика не знаю но мне кажется в принципе ты можешь там посмотреть на обложку если ты там увлекаешься всяческим тяжелым тяжелым звучанием ты можешь посмотреть на обложку и сразу сказать в каком жанре играет та или иная группа хотя бы приблизительно но типа но именно для блэцками то там в принципе их как собак нерезанных этих разновидностей поэтому не знаю я думаю что мало кто спутает например обложку какого-нибудь Iron Maiden с обложкой Cannibal Corpse вот и в том же духе например различаются обложки там допустим атмосферик блэка там где обычно всякие пейзажи там какие-то лесны там туманные мотивы и например какой-нибудь поверблэк если такой существует когда там какая-нибудь динамика какие-нибудь рыцари скачут башни рушат все в огне гром сверкает молния гремит вот это вот все поверблэк господи кстати кроме шуток я недавно нашел офигенную офигенную штуку это можно было бы назвать minimal black что ли minimal noise black это блин это прям интересно звучало зашло minimal noise black ну там такие очень реально очень минималистичные звучания при этом оно по-блэкарски такое безысходно злое ну вот и при этом там еще вот реально были какие-то нойзовые мотивы очень непонятные какие-то звуки стрёмные но было прикольно причем это кстати наша какая-то команда российская то ли из Москвы ребята то ли даже из Питера не помню блин мне кажется в Питере вот этих блакарей их просто как я не говорил что cannibal corpse это это black я говорю что cannibal corpse вряд ты спутаешь стилистику обложки трешака с листика обложки повера типа они различаются здорово а ты кто прости мне кажется что это старый знакомый блин мне кажется ну ладно не люблю встречи со старыми знакомыми тут знаешь не убежать ты так вещаешь как с пилистала ты вещаешь как с пилистала тут особо не убежишь нет я имею ввиду что в принципе я не люблю такое явление как встреча со старыми знакомыми типа по той простой причине что я их просто не помню как правило кидаешь ли ты кеды на провода это видим какой-то очень старый знакомый кеды на провода ну последние кеды на провода забросил примерно чуть почти ровно год назад между прочим так что это наверное какой-нибудь долболень дурацкий ага ну да так и есть так и есть а что за прикол с кедами и проводами ничего интересного на самом деле нажрались как свиньи пошли за добавкой возвращались домой а почему бы не забросить кеды на провода на самом деле об этом ужасно жалею потому что я в этих кроссовках пыль брусу гонял и вот это вот все и они были еще вполне себе ничего но мне было не до этого господи какой тюрьмой я рисую чуваки помогите так мне нужен еще какой-нибудь референс так срочно срочно доставим мертвых людей на самом деле нет у меня всяких трупов и прочих штук очень-очень мало в основном у меня всякие рисные пейзажи надо доспехи о привет так доспехи что кидал до стрема еще да, но я не уверен что я сейчас что-то с ними сделаю ну вот на самом деле например фоток всяческих женщин для рефов у меня гораздо больше чем трупов так что до справедливости ради прям трупа-трупа нет вот такие скелетики типа раскопанные это да помните помните эту моду с архивами трупов завел Макс Верехин на каком-то на каком-то ивенте он значит рассказывает рассказывает там чуть-ля-ля-ля вот у меня есть штука для текстур раскрывает архив и там значит всякие трупы в разных разные степени сохранятся и такой ну типа если что хотите можете на гамроуде купить продам вот и мне кажется что после этого после этой банды ну типа Верехин Челобака и же с ними мне кажется после них уже сложно кого-то удивить трупами ну да кстати у Челобаки парочка новых офигенных картинок он буквально сегодня выложил да-да-да вот я про них там чувак который такой из воды вылезает типа обычный Челобакинский мотив мне тихо понравился его цвета они просто настолько омерзительно подобраны что ты прям чувствуешь всю эту мерзость то есть это какой-то бледный бледно-розовый какой-то зеленоватый там эти тентакли дурацкие типа блин блин ну Челобакин мастер вот этого всего вообще крутейший чел конечно возможно кто-нибудь там говорит что типа он однообразен насрать каждый раз смотришь и каждый раз кайфуешь сколько бы он ни делал этих чуваков со вспышкой господи сколько такие вопросы долболений что про образ нуарной бабы до сих пор все ищут никак не найдут ребят все нашли какая нуарная баба вы о чем ну я так понимаю что это вот твой образ с рыжими волосами господи ааа ааа иди 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 нафиг не покажу не покажу конфиденциальная информация а как я рисую отражение на воде я показывал еще рассказывал короче еще на первом долболении в котором я участвовал я там сам офигел как прикольно получилось я такой бляд пацаны пацаны заценить что придумалось кажется я опять немножко смотягнулся сорян держись во руках давай давай кажется я нашел прикольный рельеф рельеф ея туманные болота ея вот так я рисую отражение на воде хоп хоп контрл отражение готово там еще у тебя были классные работы с водой где из-под воды чего-то а чувак с блядцем на лице так нет у тебя просто ну по цвету то ли ввиду фото баши то ли ввиду скилла богатырского у тебя по свету прям очень круто выходило когда-то я мечтал о приключениях там не прострелили фотобаш собственно так кстати одна из проблем людей которые рисуют собственно с применением техники фотобаш это как раз то что начинается грязь в цветах страшный секрет она у меня всегда была не знаю я доплевать вообще я типа там какие-нибудь радужных коров что ли рисую да что ты пилюкаешь ты охренел такой фотошоп как он меня бесит этим ты что-то делаешь он пилюкает и ты жмякаешь он пилюкает тварь надеюсь он этого не слышно я буду заглушать это своими натюгами и ругательствами держи себя в руках держи себя в руках так окей вот уже видишь отражение накинуло сразу прям сразу прям идея появилась расскажи какая ну она прямо такая масштабная какие-то хтонические сущности если да это были просто какие-то пацаны по блэку угорали теперь они угорают по блэку хтонически теперь не угорают по блэку они какие-то ассоциации вызывают с мусульным колец помнишь там где он проплывает под гондорскими этими статуями ну они там периодически между них там плавали о спасибо все спасибо все уничтожек да что-то такое пускай будет спасибо да как их там называли держи себя в руках да что такого держи себя в руках самое частое обращение к фтгосу в своем жизни на хатке так у него руки большие он может и удержать маленький жрец которых вызвал болт не хватает join д merc堂 Cities Не хватает еще корешков и камней. Возможно, они еще будут. Это легенда, когда рост гос. Блин, ну так я-то вообще, я же вообще коротышка. Мне, типа, все люди большие. Ну, ты на самом деле, вот я помню, по Тусе, ты психологически, даже если ты, может быть, не участвуешь в беседе, а что-то такое, ты психологически занимаешь много места. Ты прям, мне, прям как это, не то чтобы трепет, а какое-то такое, вау, круто, я то, что хочу уметь. А я только физически много места занимаю. Я компенсирую. Я настолько, на самом деле, настолько мало психологически, мне кажется, мне ничего не пишут. А вот, да, это включение успешно. Успокой там народ. Вот и сказочке конец. А вот и сказочке начало. Спасибо за стрим, всем пока. И сразу было 124 человека, а сразу стало 115. Ну и пошли нафиг, педучи. Не очень-то и хотелось. Я вас ненавижу. Все, начали насрать. О, привет. О, привет. Все висит. Да, понимаю, брата. Все висит. О чем я там говорил? А, ну да, и вот я ездил, зайцы, в трамваях, короче. И кондукторы просто проходили мимо меня. Они как будто меня не замечали. То есть, типа, не знаю, возможно, такой здоровый даже в школе был, что, типа, они проходили, думали, что это стена. Не знаю. Это было прикольно. Я очень немало денег сэкономил. Ну как сэкономил? Потом я это все с компьютерной клубы. Ну, это было классно. Ты же знаешь, что компьютерные клубы есть до сих пор. Да, ну, понимаешь, там нет уже той романтики. Там, типа, ты не будешь платить, там, не знаю, 5 рублей челику, или давать ему посидеть 10 минут, чтобы он тебе ввел коды на ГТА. Там не будет, может быть, остановить или запустить? А вот теперь переподключение успешно. Вот, лучше пускай переподключается, потому что он, типа, иначе на куски ее порежет. А вот, все нормально, вроде работает обратно. И опять не работает. Мне сейчас должно перезапуститься. О чем ты там говоришь? Артем, а вы только нарисуете или иногда в лайне? Они тебя не слышат пока. То есть я не вижу смысла отвечать тебе с этим вопросом. Надеюсь, дальше ты будешь рисовать в лайне. Неменитый лайн, Артем. Да. Так, трансляция, ну, ожила? Не дудосите стрим. Кто дудосит стрим, слышите? Не знаю, не могу в лайне. Вообще не могу в лайне. Типа, когда-то давно пытался, но потом мне прострелили пятно. Без понятия, проверяется ли там легальность софта. Но вообще я слыхал... Да, никто не проверяет. Вообще-вообще я слыхал кулсторию от всего лишь вторых лиц о том, что, короче, какой-то чел, 3D-шник, ну, вот, разумеется, без имен. Я и в нем-то не помню. В общем, он что-то там делал-делал, и, типа, его работы неплохо расходились. Короче, разрабы софта решили пробить его по базе, и тут оказалось, что, типа, оба, а он пиратит. И выкатили ему офигенский штраф или что-то такое. И, в общем, он ехал как-то раз на тачке, его останавливают гайцы. Типа, да, инспектор, здрасте, что такое? Превышаю или что? Вот. Ему провели документы, пробили, а говорят, мужик, а ты в розыске, ебтый. Ну, вот. И, типа, и все, и чуваку, говорят, влицел на очень некислые бабки. Так что, не знаю. Мне кажется, в России так не работает. Не знаю, да. Возможно, это и не в России, кстати, было, поэтому без понятия, как это работает. Но, не знаю, если у вас есть там лишние полтора косаря в месяц, типа, мне кажется, почему бы и нет? Блин. И тем более, что это далеко не лишнее, особенно если вы там работаете на фотошопах этих дурацких. И, как бы, ну, это же ваш рабочий инструмент, типа, почему бы не платить за него? Ну, я знаю, что в конторах, ну, которые, типа, физические конторы, то есть не отсорс, в смысле, в офисе, там обязательно должен был лицензионный софт. Ну, да, у нас студия была, она была чернее черно-черно-чернотой бесконечности, но там никто не парился, поэтому, но вообще, да, я думаю, если об этом кто-нибудь узнает, будет вообще-очень грустно. Ты уверен? Вообще не уверен. Я ни в чем не уверен. Никогда в жизни, на самом деле, я ни в чем не уверен. Федя Хернен не посоветует. Вообще, мне кажется, что у нас мир, ну, постепенно идет к тому, чтобы софт весь был лицензионный. Ну, черт не бери, это правильно. Типа, вот многие, если те, кто там тусят на стримах, сейчас вот даже, они же, многие из них делают игры и все такое. Типа, работали вы на проекте там несколько лет, ну, согласитесь, обидно, если его пиратят, подчистую. Другое дело, что не надо поступать, как всякие там Ubisoft и Electronic Arts, а надо сделать, как поляки. Сделали хорошую игру и без всякой дурацкой защиты ее и распространяют. и в итоге бешеные продажи и все такое. А всего-то надо было сделать хорошую игру, черт побери. Блин, ну там же сериал делают по этой хорошей игре. Блин, я недавно где-то натыкался на пост, что типа Ева Грин офигенного подошла на роль Йеннифер. Ух, блин, да. А вот я, кстати, не согласна. Вот я видела этот фан-каст, я не согласна с тем, что Ева Грин похожа на Йеннифер. Ну, не похожа, но мне кажется, она могла бы стать похожей. Там же, блин, они же актеры, там же и Грин, и Графена. Не знаю, честно говоря, Ева мне просто очень нравится, и без понятия, помню, даже ни одного фильма толком не смотрел, без понятия, какая она актриса, поэтому ничего не скажу. Я тупой фан-бой, поэтому для меня Ева проканает в любом имплуа. Точно так же, как, например, Моника Белучи, как бы. Где Моника, может быть, не кстати кому-то. Сыграла ли Моника классную Енифер, как ты считаешь? Сыграла бы. Без понятия вообще. Я и с Моникой толком фильмов не видел, кроме Матрицы. Ну и правильно. Ну да, я слыхал, что там тяжелые картины довольно, но я не фанат тяжелых картин. Вопрос к тебе. Как начался твой путь в искусстве? Блин, вот недавно, на самом деле, там у предков был переезд, и там ремонт до этого был, но как раз мы разбирали там всякие залежи старых рисулек и прочего. Ну вот. И откопали рисулю одну в класс третий или даже второй. Наверное, третий или около того. Нам пребольша повезла, ну как пребольша, преподаватель, чудесная женщина и все такое. сегодня детям мы рисуем яблоневый сад. Вот. Ну, я и нарисовал яблоневый сад, такой вид изнутри, так сказать. Вот. Получилось довольно концептуально, и при этом на удивление живописно для мелкого чмошника моих тогдашних лет. Вот. Сейчас я так прикольно не нарисую вообще. И типа, и все, и понеслось, поехала. Преподавается тут мамина хорошая подруга такая, ой, ой, талантик пропадает, ой, господи, давайте скорее его в художечку отправим. И все. И талант вообще пропал. Да. Минус жизнь. Минус жизнь. А потом я еще насмотрелся всяческих там бенезердутских роликов, вот это вот все, которые многим жизнь поломали. Ну, слушай, близердовские ролики, ты на них смотришь и там хорошо просто все. Я, насколько вот, не фанат близердовских игр, но когда я увидела эти лорды войны, это что-то потрясающее было просто. Да, последний ролик с Лилит, это просто вообще охренеть просто. Ну, и Сибилл все-таки сделал свое дело. Да, причем, кстати, про Сиду сто лет ничего в тайне слышал, и тут такой смотрел, ядрить какие-то офигенно знакомые по манере концептики. Я не стал их разглядывать, потому что этот пост был не агромания, а дурацкая игромания, постят даже концепты и постеры в совершенно отвратительном качестве, там, 3 на 4 пикселя на манеру показалось знакомое, а потом кто-то там начал в ленте форсить, я говорю, а, вот и Сидверл нашелся. Так там, по-моему, даже насколько я, если я правильно понимаю, над Оставим из Дьяволя работал чуть ли не сам Бром. Воу. А, да-да-да. Крайне мне кажется, я у него в листе видела, типа, либо фанат на Лилит, либо он ее концептил, ну, то есть, они прям задонатили денег. Не, блин, сейчас бы не сдал. учитывая хейт и вообще предыдущий Блескон, им надо было очень сильно постараться, чтобы, не знаю, нам должны сидеть просто полностью отбитые обезьяны, чтобы игнорировать эту чудовищную волну хейта после предыдущего Блескона. Поэтому, да, это было разумно раскошелиться на топовых артистов. Хотя бы. Ну, слушай, у них и на этом Блесконе было чем заняться. Ну, да. Кстати, этот трейлер, ну, именно этой, как его, геймплейный трейлер новой Тиабло мне понравился тем, что они как-то немного вернулись к истокам именно готишности и Dark Fantasy. Надеюсь, это не была просто замануха для алтфагов, а они реально будут культировать, возвращаться, так сказать, к истокам. Ну, им сейчас нужно очень постараться благосклонность фанатов вернуть, потому что там же они то с китайцами поссорятся. Ну, да, да. Вообще, там чуть ли не под стенами Блескона был протест, собирался, по крайней мере. Там, как-то, говорят, все заглохло. Ну, там этот генеральный директор принес всем свои глубочайшие извинения, потому что, ну, там такая ситуация была, с которой сложно выйти с незапашки в белое пальто. Ну, собственно, кто-то там говорит, что он извинился так, что, типа, не особо искренне. Ну, они раз извинились, два извинились, там все не так, ну, там все не так просто, как оказалось, во-вторых, там даже потом уже конгресс смешался, они говорят, что, мол, ребятки, вы что-то под Китаем прогибаетесь, что-то меня это беспокоит. Так. Там ситуация, там пранк зашел слишком далеко. Десять, десять, десять Близзардов вышивших из-под контроля. Я опять в тупике. В который раз. Какие-то тяжелые моменты жизни. Тяжелые, когда я просто встала, почему-то начинаю напевать Хаван Агилу без понятия, что это значит. Она веселенькая. Да, она веселенькая. Вообще прикольная она. Блин, это звучит, как повод запугли. То есть, я знаю, что это какая-то еврейская народная, но я совершенно не знаю, что это значит. Наверное, что-то положительное, как и все, впрочем, еврейское. Да, наверняка, да, что-нибудь. Они не делают песни в песне, по-моему. Хаван Агилу давайте возрадуемся, ну? А, ну вот, да. Другого и не ожидалось. Песня огонь. Какой-то вообще уже там Сюр пошел? Нет, почему? Наоборот, что-то, возможно, возможно, что-то нащупалось. Горящие города. Да, как вариант. Не знаю. Я смотрела это все твое, и я прям чувствую, мне прям необходимо вот Синкровец пересмотреть. Необходимо послушать Дест Металл. На самом деле, блин, интересно, иное кино в этом году будет Стилины колец снова показывать. До этого три года подряд они его крутили где-то вот в середине декабря, но вот марафоном там три... Броссмяп все работает хорошо. А, вот, все. Да, вот сейчас переподключилась снова. Сейчас заработает. Рип. Причем странно, на самом деле, у меня интернет начал недавно тут козлиться, ну как, месяц где-то назад очень сильно, то есть, вплоть до того, что я не мог даже тупо контач открыть страницу. Ну вот, у меня задница сгорела, я пошел купил проводов. То есть, я через Wi-Fi сидел, ну вот, ну такой, знаешь, свисток просто USB-шный, ну вот. Купил проводов и все стало шикарно. Но, видимо, не настолько. Вот. Так, вроде все работает. По-моему, на стиле на колец, я говорю, можно запилить у нас, типа, в пространстве. Только если режиссерскую версию с сабами. Так, а что, фигня, вопрос. Ну, блин, конечно, именно прямо на совсем большом экране, в кинотеатре, чтобы было. Ну да, там все-таки, ну типа, все стены. В зону съесть мешки, у нас можно мешка хваляться, там, герланды, но обвязаться и красота вообще. Мы думали об этом давно, кстати. А потом пожары все сгорят, потому что герланды каротнуло. Мы же постоянно это делаем. А, ну вот, чем чаще это делаешь, тем, типа, больше шансов. Класс, класс. Нет, туда можно прям вообще свечи, вообще было бы клево всякие тематические вечера устраивать, потому что сейчас Новый год-то скоро и у всех начнется ностальгия по Гарри Поттеру. Кстати, я вот думал, как раз на Новый выход сейчас перееду и типа устрою себе марафон ГПшки с ништяками и все такого. Ну вот. Слушай, я сейчас пересмотрела его недавно и мне вообще не зашло в этот раз. Может, настроение неподходящее было? Нет, ну типа подрисовать фоном всегда одно и то же настроение. Ну, блин, вот может быть потому что ты фоном смотрел, это все-таки надо как-то погружаться в это все, то есть типа ты запускаешь ГПшку и типа вот сейчас я поеду в Хогвартс, мне снова 11 лет, сейчас мне прилетит сова. Ву-ву-ву, в этом проблема, что тебе снова 11 лет, вот когда ты Властелин колец пересматриваешь, что у тебя каждый раз что-то новое подмечаешь, а в Гарри Поттере тебе каждый раз 11 лет. Ну, кстати, блин, мне по-моему тоже было около того, когда мне мама подарила как раз офигенный бокс такой с двумя офигенными красивыми кассетами в режиссерской версии Властелин колец первая часть «Раз, сто кольца». Господи, как это было круто на Новый год. До сих пор, кстати, вот как раз уборка была перед ремонтом, все такое, перебирали кассеты, мама такая «Тавай выкинем!» Я такая «Ты че? Ты че?» И похрену, что типа ВИЧС уже днем с огнем не слищешь, хотя у нас вроде есть, там лежит рабочий, но типа блин, ни за что на свете. Мало того, что это подарок, так это еще и раритет. Как это вообще выкидывать в ИЧО? Блин, а ведь раньше же были люди, которые рисовали обложки к этим кассетам? Ну, кстати, там обложка такая, она в таком северном стиле орнаментом оформлена, но даже скорее была похожа больше на рунический камень, вот, по стилю оформления. Ну, все равно кайфово. Ну да, обложки к этим всяким кассетам. Это, блин, я бы хотел еще такое нарисовать когда-нибудь. Ну, мне кажется, что это немного грустно, что родился не в ту эпоху. Да, блин, типа, мне кажется, это все так зациклено, что наши там какие-то потенциальные дети точно так же будут думать. на самом деле, типа, вот сейчас эти, как их, ну, те, кто сейчас работает в геймдеве, например, типа, меня, которые туда вкатились сравнительно недавно, то есть, там, два-три года назад я начал там хоть какие-то более-менее нормальные проекты делать, типа, вот сейчас, мне кажется, я там, и мы какие-то друзья, которые тоже сейчас работают, они, типа, ну, окей, не на гребне волны геймдева, а, ну, чуть-чуть позади, но еще и не внизу, то есть, например, тем, кто только сейчас задумывается о том, чтобы, ммм, они не пойти ли там артистам в геймдев, вот, они вот уже не застанут всяких, все этих черных студий, этих безумного засилия каких-то кузвалок кошмарных, хотя нет, они их как раз они застанут. Мы не знаем, мне кажется, они как раз их и застанут. Только их. Ха-ха-ха. Ага, да. Люди во всей индустрии как раз уже давно обсуждали, что она катится в сторону этого мракобесия яркого, мобильного. Хотя, безусловно, хорошие проекты выходят, вон они на днях масс-эффект новое анонсировали. Ну, не анонсировали, а как слухи пошли, что вот он сейчас в разработке. На мобилках? Не-не-не-не, ты че? Фу! На мобилках только две облобища. God, please, no. Собственно, они же большинство обгурта в сторону Blizzard с прошлого Брискона было связано с тем, что они сказали, что Дьябло будет на мобилках и все-таки в спейс. В смысле? Понравился там еще чувак какой-то встал и типа еще он спросил его серьезно или что-то такое. Но с другой стороны, с другой стороны, я надеюсь, что вот это вот засилье всякого козуала, всякого козуала, оно смотивирует людей делать свои личные крутые проекты. Ну, типа ты рисуешь козуал на работе, особо не напрягаешься, потом приходишь домой такой, хрустнул пальцами, такой, ух, сейчас я сделаю крутую вещь. Да блин, даже козуалы могут быть прикольными, ну, именно не козуалы, а наши козуалки это все-таки отдельный жанр, вид, а именно мобильные, мобильные игрушки, полно примеров, у меня даже там на телефоне стоит несколько игрушечек прикольных, они такие, они таймкиллеры, но они классные, черт вы бери, я их очень редко играю, но когда играю, они прям прикольные, и блин, побольше бы таких игр с какой-то там интересной идеей или с каким-то интересным, например, простым геймплеем, а не очередная там ферма, не очередная карточная фиговина, вот это вот все, вот, но все равно это все тренды, там, тыры-пыры, у кого-то выстрелят, тут же начнут скрипать эти всякие поделки разной степени фиговости, ну, такое, змейка, между прочим, топовейшая игра, вот Тетрис, честно говоря, я никогда особо не любил, потому что я тупой, у меня реакции не хватало, а вот змейка, блин, просто must have, еще на Nokia 3310, блин, классный телефон был, змейка, там еще была прикольная игрушка, типа, космический кораблик летающий, офигенная, мог ее по 2-3 раза за вечер пройти, вообще, ей было в кайф каждый раз, блин, у меня был Siemens A55, и там была игрушка, где мужик какой-то двигал кирпичи, что ли, там, это был Siemens A50, у меня такой был, да, там мужик двигал кирпичики, типа, они пропадали вроде, да, да, тоже кайфово, там еще телефон, ну, у Siemens у всех этих, вроде оранжевый экран был такой, иногда был зеленый, а, не, зеленый был на Nokia, да, у Nokia был всегда Новосеменцев, насколько я помню, у них в основном оранжевые как раз были, трейдер, игра называлась, блин, кстати, я скучаю по старым мобильникам, сейчас, я просто в очередной раз разбил экран телефона, и теперь у меня весь большой палец расцарапан просто в мясо, потому что ты там скролишь, забыл, что у тебя экран разбит, и все, и новая царапина, ну, до какого же состояния там разбить, что, ну, блин, если бы мне было на что схватка, тебе бы показал, блин, помню, какой-то, какой-то дурацкий мем, типа, какая-то блондинка пыталась показать, ой, я телефон разбила, и присылает скриншот, ну, вот, и, это, раньше такие дизайны классным телефоном было, вспомнить хотя бы линейку Nokia, там, они просто так дико экспериментировали с дизайнами, а Motorola, в ладушке, в ладушке, Motorola Razor, это просто топовейшая мобила была вообще такая крутая, все мечтали про Motorola Razor, у меня она, кстати, досталась потом, в итоге, уже под конец, так сказать, эпохи таких экспериментов с дизайнами, но, она такая была уже весьма покоцанная, но все равно, я ее очень любил, она была вообще кайфовая, ну, у меня вроде даже игр-то не было, и что-то такого, ну, кстати, этот, Razor, не знаю, сделали, не сделали, но это в принципе можно из Китая заказывать, я где-то видел сайт, короче, который поставляет из Китая старые, типа, телефоны, которые тупо все это время на заводе лежали, ну, вернее, на складах, ну, и в принципе можно приобщиться к великому. Со складным экраном, до сих пор все это очень шик, что ты не пейс. просто Razor, он еще был металлический, такой тяжелый, со стильными, такими утопленными кнопками, вообще офигенный. Блин, у меня не было Razor, поэтому я не помню, вот он активно, у меня был Симминс, этот, знаешь, какой-то, C65, который вот цветной, вот этот, цикпор там, ну, мод. Блин, вот не помню. У меня самый, самый, синий-серый, синий-белый какой-то. Самый, вспомнил, у него еще такие кнопки, синие с белым были, да? Да, да. У меня на класснике такой был, там еще была игра, пацаны в снежки играли, да? Ну, я что-то не помню, наверное. Поэтому зарубу устраивали. У меня на самом деле кайфовый телефон был, это этот, ну, из таких уже цветных, с меняемой камерой, это этот Sony Ericsson K510i, блин, какой офигенский телефончик был. Я помню, что... Сейчас как-то души вообще нет в этом, да? Ну, типа, да, то есть, как бы, все устаканилось, все пришло к какому-то единому знаменателю, теперь только полешинг такой вот идет, вот этих дизайнов, каких-то нововведений. Нет, конечно, тоже кайфово, но... Ой, извиняюсь. Ну, да, замечательно, комп пнул. Ну, да, как-то чуть меньше из-за индивидуальности стало у каждого телефона, отдельно взятого. Ну, сейчас они все, мне кажется, дизайны примерно вообще одинаковые. Угу, угу. Ну, то есть, там, Apple делает какую-то там монобровь, и тут же всякие китайцы это повторяют. Apple сделал три камеры, китайцы сделали шесть камер. О-о-о-о! Куда столько? Не знаю. Ну, вот у меня у подруги был там телефон с двумя камерами, ну, блин, снимки реально кайфовые были. Ну, вообще у нас же вон на этом, на гостинке, по-моему, в метро ходишь и там постоянно этот, это там, типа, весь переход обдолблен. Ну, справедливости ради, если они эти фотки не обрабатывают, то они реально крутые. То есть там, да. О, Федя знает толк. Хотя у Федя сейчас такой телефон, что как будто это и так К510i такой мутировавший. Через 10-15 лет будет Свет уже не школьник и посолить монобровь в тройную камеру. Помнишь, да-да, я помню. Да нафига никто не будет это дерьмо мусолить, потому что все эти тренды и шмэнды меняются так часто и так стремительно, что нынешние личинусы к этому времени уже давно-давно забудут, что у них там какие-то первые айфоны с моноброви были. Да мне кажется, они все будут в мозг уже имплантироваться. Читал какую-то пасту про то, что типа кстати, киперпанк уже наступил, просто сейчас у нас основной наш этот имплант, он просто пока еще не интегрирован в тело. Мы просто носим постоянно его в руках. Это довольно прикольная мысль. Слушай, ну вообще, я считаю, что да, он давно уже наступил, потому что у нас такие высокие технологии и такой низкий уровень жизни. Ой, фейнфи. Федя, да, умеет делать шаг назад. Каждый день кто-то, да, я помню, ты помнишь. Ну, блин, это ж ностальгия, все на ней катаются. Да все любят ностальгию, кому? Конечно. Отстань, короче, хотим поностальгировать. и вот будешь дедом, как мы. Игрушки, кстати, были годные на эти телефоны не только потому, что, типа, раньше было мало игрушек и все следили за качеством хоть более-менее, а в том, что именно, а дело в том, что именно игрушек толком других не было. Сейчас зайдешь в какой-нибудь там Google Play и такой кошмар. Все запито однотипными игрушками. На самом деле это очень была сложная задача сделать классную игру с минимумом средств. Ну, техника же тогда не особо была развита в этом плане. А сейчас из-за того, что средств очень много и много разных способов сделать игру интересной, типа, красивой картинкой либо там, я не знаю, какими-нибудь звуками классными или там каким-нибудь классным основным персонажем, сейчас, мне кажется, качественная игра, она вот, типа, поставлена на конвейер. Не помню, чтобы какие-то выходили шедевры, типа, я не знаю, типа, Тетрис этого же. Ну, да. Ну, блин, Тетрис, мне кажется, он тоже просто угадался. Матч-3. Блин, а вот реально матч-3 же. Это же, ёшкин кот, Тетрис, это же реально, ну, не матч-3, а сколько там, сколько там было? Too much. Да, too much. Точнее. Too much-3. Вообще, да. Я вот, например, не представляю, как люди сейчас... это Рип. Да не, не Рип. Артём, вернись, пожалуйста, в чатик. А что, у меня ничего не прерывалось. Артём! У меня ничего не прерывалось. Раз, раз. А кто пропал? Я пропал или Артём пропал? Все на месте. Сейчас никогда, только я не слышу Артёма. ха-ха-ха. Так. Ну, кстати, так тоже... Да, всё, ты вернулся, почему-то я тебя не слышала какое-то время. А-а-а! Чего? Я нашёл горячую клавишу, которая отрубает микрофон в Скайпе. Это Ctrl-M! Охренеть! Пацаны, вы знаете, знали об этом? Я просто, оказывается, ткнул на Скайп этот, а хотел ткнуть на Фотошоп. У-у-у-у. Э! Э, я не понимаю. У меня Фотошоп... Теперь мы на все хотки в этом Скайпе. Разве не здорово? Так подождите, если я хочу... Если я хочу, типа... Что? А-а-а! А-а-а! У меня почему-то... Смотри, короче, у меня активно окно Фотошопа, да? Ну. Я нажимаю Ctrl-M, чтобы там поиграть с кривыми. А у меня мутится микрофон! Доигрался? Э-э-э! Как так? А если я закрою этот дурацкий игролей Скайпа? Ну-ка. Ты меня слышишь? Я тебя, да, слышу. А при этом в Фотошопе опять ничего не работает. А сейчас нет. А теперь? А теперь да. Как это работает? Блин. Реально шок. Мне так не нравится. Эй. Чините, сделайте. Сделайте, как было. Какого черта? Как я хоть кей Фотошопом пользоваться-то буду? А если я закрою Фотошоп и открою его снова? Стрим прорвется? Нет. Просто у тебя экран типа закроется. Мы просто не будем видеть экран. Вот, видишь, черный экран. Фотошопом. ну, такое мы надо. Сейчас открою зону в Фотошопе. Сейчас сек. Не факт, что это сработает? Да, не факт, но, типа, блин, надо попытаться. Потому что, ну, он как бы просто перестал как-то момент работать, ходки, типа, эй. Не пользуйтесь скайпом, звоните через Telegram. Так и как мы с компанией нельзя звонить на Telegram? Понимаешь, что я предлагаю? Так, а если я сделаю вот так, а потом серьезно это фигня? Прерываешься ты. Да потому что я отключаю микрофон, черт побери. Артем, вернись. Да потому что я случайно отключаю микрофон, черт побери. Что делать? Ну, то есть, Ctrl-B работает, Ctrl-I работает. Типа, и что теперь? Охренеть просто. Что за бред вообще? Просто майндл. Ну, ну и пожалуйста, но и не нужно. Буду... Я что, мне теперь руками рисовать, что ли? Охренеть. Ну, конечно. Допрыгался? Я не прыгаю, я слишком тяжелый. Господи, вот это жизнь, вот это жизнь. Да ты знаешь, на самом деле, ну, я там иногда бывает там кого-то на руки поднимаю, и как бы там народ угорает, хихикает, окей. А когда-то однажды по пьяни там какой-то приятель приподнял меня на прощание. Это было так, это было так неловко, это было так стрёмно. Это знаешь, вот как, ну, коты, на самом деле, они же, по сути, воды-то особо не боятся просто, когда они оказываются в воде не по своей воле, они чувствуют себя крайне дискомфортно. Я вот я точно так же себя в тот момент почувствовал, это было отвратительное чувство, на самом деле. Мне прям не понравилось. Это карма. Карма. Ну да. Ну да. Ты серьезно, я не могу... Так, окей. Нет, ну это не... Нет, это в скайпе отрублю hotkey. А как в скайпе отрубить hotkey? Подсказывает, что на строках скайпа есть галочка включить глобальное сочетание клавиш. Что? Ничего, охренели? Так, окей. Казалось бы, скайп уже рип, а там еще hotkey отключать надо. Да, точно, блин, спасибо за чувак. Ты просто, ты просто спас этот дурецкий вещь. Ты еще проверь, ты еще проверь, оно что-то не работает. Да, это не работает. Ну что ж, ну что ж. Ну, ну, пожалуйста. Ну что, придется ручками рисовать. Подожди, а Control-M это что, кривые что ли? Да. Попробуй Control-L, там что-то похожее можно выкрутить. Это левелы. 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 А, кстати, да, никогда не открывал эту штуку. Так, окей. А что я до этого сделал? А, вот. Ага. Ну, сколько открытий чудных. Мне кажется, нужно проводить художникам экзамены. Ты их сажаешь и заставляешь без hotkey рисовать. И смотришь, что они могут там. Я думал, ты сейчас каждый сажаешь их и заставляешь повторять hotkey на памяти. Почему hotkey? Мне кажется, их... Слушай, оправдывается вообще на автомате. Потому что я не знаю, где найти все эти кривые там левелы. вообще я по памяти если пытаться кому-то объяснить, я вообще ничего не смогу объяснить. Типа, что, куда заходишь. Это мышечная память, она иногда играет злую шутку в том плане, что ты рисуешь такой там в поезде в какой-то веке решил бумажки поскетчить. Это, я думаю, всем знакомо. Этот там поезд сдернулся, там у тебя этот... И все поехало, там какая-нибудь линия черта через скетч и такой Ctrl-Z, Ctrl-Z. А никакого тебе Ctrl-Z. Ну и что, мне кажется, Киберпанк скоро дойдет. Лучше бы Киберпанк дошел до всяких имплантов, с которыми можно не есть и не спать. Блин, насколько я знаю, в случае не есть, вроде как идут какие-то разработки, что-то какие-то японцы, что ли, вроде как японцы придумали, типа VR-очков, они тебе, значит, ты надеваешь это приспособление, ну ты года два или три назад, я читала об этом, ты надеваешь, значит, себе этот шлем VR, он тебе, ну, берешь какую-то еду, которая специально обученная на для восполнения всех твоих необходимых специально обученная еда. Вот, и, значит, тебе эти очки заменяют изображение твоей, ну, вот это вот пайка, заменять изображение той еды, которую ты ему задашь изначально и посылать тебе запах этой еды. То есть, типа, ты, по сути, себя обманываешь, ты видишь, ты видишь, значит, еду, чувствуешь запах и твои вкусовые рецепторы, потом уже там, типа, допридумывают, или на самом деле ты ешь какой-то мегаполезный паек. А, ну, кстати, насчет мегаполезного пайка, я давно слихал, там был какой-то стартап, чувак, типа, наверное, какой-нибудь микробиолог, диетолог, скрафтил, там, вот, помните, там, в Матрице чуваки жрали там какую-то баланду суперпитательную, это единственное, что было доступно. Ну, вот, мужик скрафтил примерно такую же штуку и, типа, предлагал, ну, тем, кому он, или не заморачивался с ожрачкой, короче, этот. Хорош, хорош. А вы, Федя, звали на стриме? Я даже не знаю, кто это. Типа, я знаю, что тусуется в камере. Ну, я портфель же не видела. Да. Так, окей. Ну, ладно. Ты мне скинил? Я попозже в личку тогда скину. Хорошо, хорошо. Федя слишком прекрасен, чтобы показывать это просто так на стримах. Блин, это один из самых крутых долболений вообще. Ну, и что же он стесняется? Да не, он стесняется, мне кажется. господи, по шуткам про голограмму понятно, что самый крутой долболений. Господи, вот киш, вот сейчас же нет таких групп. Эх, да. Господи, ну, слушай, а можешь быть, и слава богу, теперь мы можем просто вечно страдать по горшку. Да, классно же. Господи, это просто бомбический комикс у Дюрана про голосового помощника горшка. Потом, кстати, Яндекс даже видос запилили про, типа, реально сделали, как будто реально они сделали этого горшка. При том, что, по-моему, про Дюрана, они, по-моему, там ни слова не сказали, хотя вообще уверен, что оригинальная идея это его. Сейчас, Федя не знает. Так я ж не долболень. Ты тусила на долбахате. Как? Я ж не это, в челлендж, кстати, ни разу не вписывалась. А зря, зря. Хотя, не знаю, мне кажется, Евген уже сторчался и умер. Как там дела? Как там дела в долболениях? Прости, по горшку. Слушай, ну если там кто-то сторчался и умер, то это очень богемно, знаешь ли. Ну, Евген же у нас известная селеба, так что, почему бы и нет. Да. Я не то хотел сделать. Эх, не обрезай меня, квадратик. Твою мать, ненавижу тебя, квадратик. Тусили вместе через посредников. Да, там на кухне доска висит, где автографы, и там вот, не знаю, кстати, был ли там Федин автограф когда-то там тусила, но, возможно, было, поэтому эта доска могла быть посредником. Федин автограф видел, как ты тусила. у нас. Ей. Слушай, мне кажется, что мне кажется, что когда-нибудь я впишусь в долбочеллендж, когда я возьму себя в руки и буду вписываться в челлендж. Хотя, недавно Инктобер сделал, вроде нормально. Да, для Инктобера это вообще попса и таска зеленая. Я люблю Инктобер, зря ты. по сравнению с долболением это просто хрень вообще. Подожди. Что? Так подожди. Если, подожди, сколько времени в долболение на картинку? Ну, в Аримей Челлендж это день, да. Ну, и в этих. И в Инктобере день. Типа, блин, долболение это провидение за это вот все. Там, всякий хейт, всякие шутейки, локальные мемасы. Это, блин. Ну, вот да, да. Сейчас, долболение это развитие и деградация. Ну, полностью согласен. Собственно. Нет, для меня это развитие. Я же, ну, не вписываюсь в челленджи. Кисулькинс, у тебя полная виска, жрачки, иди нахрен. Тут дурацкий код. Так, если Федя был в сентябре, то да, я была раньше, чем ты. Что было раньше? Короя или Федя? я вижу, что он был, что я была раньше, чем Федя на хате. Так что, скорее, Федя видел мои почеркушки на долбодоске. Ну, да, значит, тоже засчитывается. Тоже считается? Конечно. Наверх через дно. Ну, мы тут, знаете ли, в культурной столице вообще-то. Слушайте, не такое бывает. Да, я тут, по-моему, до стрима рассказывала, как я ходила на выставку одного богемного питерского художника. Единственное, что я поняла, что я далека от современного искусства. Может, оно и куча. На самом деле, меня всегда, знаешь, удивляет вот этот огромный разрыв между, собственно, нашим движем, ну, вот эти все сиджищенки со своими бездуховными картинками, и вот этими богемными ребятами, которые там тусуются, занимаются чистым творчеством, и вот это всё. Мне кажется, половина из этих чистых творцов они этим занимаются просто, чтобы, типа, ой, я богема, я художник, на самом деле, вообще насрать на всё это. Они бы с радостью там были менеджерами эффективными какому-нибудь... Ну, нет, ты же типа тратиться на материалы. Это у нас планшет купил и рисуешь на нём сто лет. А там-то нет. Там люди же покупают холсты, краски, подрамники, да, если не дай бог на тяги. Двое очень сомневаюсь, что они сами натягивают. Они же, блин, скорее всего, покупают ещё к тому же самые дешманские такие, знаешь, китайские белоснежные такие, белоснежный грунт такой липкий, который вот там чуть-чуть его намочишь, к рукам липнет мерзко. И сама холстина, она такая тряпка. Ну, то есть там студенты там частенько в школе, в академии там у нас, они покупали самую дешёвую матросину, ну, её натягивали в качестве холста, ну, типа там деваться некуда, денег просто не было. Но они, скорее всего, покупают там какую-то херню на щей, на ней какую-то дресню, мазюкают. Ненависть. Да не ненависть, а просто, ну, ну, нравится тебе рисовать такое, ты рисуй, зачем корчить из себя какую-то хрень, вообще непонятно. Ещё выставки какие-то дурацкие делаются с такими же придурками. Ну, то ж надо же тоже заморочиться. Ну, то есть, зато ты не продаж свою картинку за сто тысяч миллионов никому, потому что никому она не нужна. Они что ли продают? Ну, бывают, бывают такие художники, которые, типа, за какие-то бешеные деньги продают свои картины, потому что это, типа, искусство. Вроде как идею продают за много денег. Ну, да, наверное. Мне кажется, у нас всё-таки самое, наверное, за большие деньги в нашей сфере можно продать только если ты в кино работаешь. Да, потому что. И то не потому, что у тебя там, я не знаю, какая-то классная идея, потому что у тебя кранч бесконечный. Ну, да, наслышан про работу в кино. Это, конечно же, жесть полная. Но, с другой стороны, это, правда, статус. Типа, работа в кино. Ну, да, пожалуй. Я не знаю, я бы на них не потянул. Мне кажется, что это для молодых и дерзких. Работа в кино. Потому что, ну, да, потому что, ну, я знаю ребят, которые работают в кино, и это, конечно, классная, интересная задача, но там дедлайн всегда вчера, то есть ты в постоянной какой-то атмосфере переработок. Вот. И там, как бы, собственно, почему оплата выше, чем в геймдеве? Потому что в оплату закладывают стрессовый фактор. Это в чём-то там бывает такое, что там, например, ты прислешь какой-то концерт, а там как бы все сроки уже сгорели, и тебе говорит твой заказчик, что, мол, да, спасибо за скетч, что там наши художники на месте доработают. Ну, этот Рябовичев Андрей рассказывает. Вот. Ну, как бы сразу так работает. Ну, да, наверное. Ну, блин, Рябовичева назвать молодым и дерзким. Ну, если только в душе. Не, Рябовичев, он уже как этот, он такой умудрённый сединами. Ну, да, да. Примерно такое впечатление производит. Ну, он сколько лет уже, мне кажется, работал над всеми, наверное, топовыми проектами. то есть он над Гарри Поттером и над Людьми Иксом и где только не уже. И вот последние фильмы, которые выходят там типа Аладдина, Диснеевского, он же все концерты потом выкладывает с ним. Причём там как-то странно, то есть сначала он там, сначала я увидел концепты Джина от Рябовичева, потом я увидел концепты Джина от одного, от другого, там целая куча артистов, и при этом как бы сама концепция у них не то чтобы сильно отличается, и мне всё-таки я с Аладдина не смотрел, и мне даже интересно какой в итоге пошёл в работу. Чей? Пошёл в работу синий Уилл Смит. Ну, синий Уилл Смит понятно, но у Рябовича тоже был Уилл Смит, у остальных был Уилл Смит. Там же каста заранее определён, наверное, поэтому все они рисуют синий Уилл Смит просто по-разному. Я у кого-то видела этого, Роберта Дауни-младшего, видимо, это целый чувак. Нормально. Я посмотрел. Ну, слушай, я фильм посмотрела, и всё-таки не испортила мною впечатление от мультика. И ты знаешь, я вот выходила из кинотеатра с мыслью, господи, неужели всё не так плохо? Да, я тоже слыхал, господи, слыхал, что этот Аладдин совсем не так плохо, как многим показался по трейлерам и всему такому. Надо будет тоже как-нибудь глянуть. Вообще, в последнее время ни черта не смотрю, почти ни черта не читаю. Это меня немного коробит, что ли. Единственное, что мне хватает, это на комментаторские матчи по Старкрафту на Ютубе. Господи, что я делаю? Пишут тебе, что очень необычная красивая работа. Окей, спасибо. Так, ну раз уж ты уже тут приблизился к какому-то этапу, что за идея это у тебя в работе, а? Боюсь, это как раз тот самый абсолютно безидейный тупейший момент, когда ты такой и нету теперь идеи. Не, возможно, я на днях сяду, доделаю это, но сейчас, блин, у меня последние остатки силушек уходят на какое-то поддержание беседы. Остатки силушек. Да, блин, гребаные мешки, гребаные шкафы и все это на четвертый этаж, сначала с пятого, потом на четвертый, да ну нахрен так жить вообще. Не, окей, с пятого я его не спускал, но на четвертый затаскивал, блин, только ящики с книгами еще стоят. Ну, кстати, ящики с книгами, блин, ненавижу эти гребанные альбомы по всякому искусству дурацкому. Они такие тяжеленные, просто трюкберс. Все эти арт-буки, вот все вот это вот туда же. Или какие-то книги в твердом переплете с комиксами. Я поэтому все оттащила в наше арт-пространство, чтобы они там просто были, их не приходилось с собой больше таскать. Ну, да. И что теперь у нас, кто хочет в Питер, кто в Питер к нам захаживает, у нас тут теперь есть миф-бук, две штуки, эвил-буки. Мелодиус, что там еще, бро? Ну, кстати, блин, когда там кто-нибудь слыхал уже, что там, когда там уже эвил-буки-то можно выкладывать? Вроде ничего, нету. Галя вроде что-то писала про то, что да, они там уже отправили вроде макет в печать, скоро будет. Ты знаешь, мне кажется, если эвил-бук будет можно выкладывать, ты это сразу заметишь, потому что у тебя вся лента будет обдоблена этим эвил-буком. Как это обычно бывает. Если бы я еще в ленту заглядывал. Ну, пока нет, пока нет, я слежу, пока нет. Окей. Мне тоже интересно, что там нарисовали. Там столько иностранцев, но еще что, реально, да. Так да, там смотришь на это все и просто обалденно все. Ну, вообще, классный, девчонки, проект за матерью. Я просто, ну, с Галей общалась, представляю, насколько это очень, насколько это очень, насколько много это вообще труда и нервов, и вот я не представляю, как они это вытягивают. В общем, команда вил-бука, если слышите, вы очень крутые. Да, они просто офигенные, типа, даже не считая, ну, например, Галя мне говорила, что как бы, ну, и в принципе, в кайф общаться с людьми, там, вот это вот все, какие-то там менеджерские штуки исполнять, вот, я как представлю, вот, не знаю, мне со стороны кажется, что я-то далеко не самый лучший экземпляр, именно, ну, типа, как человека в том плане, то, что иметь со мной какие-то дела, мне кажется, не очень, ну, вот, а есть же еще более какие-то замороченные чуваки, и надо с ними какие-то, как-то контачиться, договариваться, следить за всеми, подгонять, вот это вот все, это же просто какой-то ад вообще, не говоря уж, иностранцы еще, да, еще не иностранцы, есть всякие взамудренные, не очень, а уж, блин, я помогал пару лет назад, по-моему, девочкам отгружать, этот тираж на Камик-Коне, это просто трындец вообще, здесь там даются, с открытия площадки, там даются какие-то там, в первый день подготовки, там, у тебя весь день, чтобы там расставить столы, вот это вот все подготовить, на следующий день с утра, там, приезжает машина из печати, и это просто читы, совершенно чудовищных палет, каждая по две тонны, или по тонне книг, и все это надо разгрузить примерно за, ну, полтора-два часа, и типа... Все эти состройки к фестивалям, это вообще моя любимая тема. И ладно бы, как бы, сжатые сроки, окей, но, если у тебя нет тележки, а желательно вот этих вот, гидравлических вилл с колесиками, вот, то это полная задница, потому что, руками все это перетаскать, далеко не факт, что там повезет, и у вас будет стол, например, близко к выходу, и типа надо все это таскать, и там еще чуваки строят свои стенды, пару чудовищных размеров, там все завалено стройматериалами, там народ снует, ну, и ты там с этими ахаками книг, которые там даже я мог унести за раз, там, ну, четыре пачки максимума, это просто жесть, ну, этот... и самый прикол в том, что владельцы вот этого, не помню, кажется, это было Крокус-Экспо в Москве, ну, где Комик-Кон проходил, там просто пушка. Знаешь, сколько стоит час проката вот этих гидравлических вилл? Не, я не знаю, мы же с Близердом были на стенде, а не сами... 50 тысяч. Чего? 50 тысяч стоит час проката вот этих гидравлических вилл. 5 тысяч стоит час проката просто раздолбанный, убитый в усмерть тележки, на который ты можешь поставить, там несколько пачек, ну, там довольно много, можно укомпоновать. 5 тысяч в час и 50 тысяч за виллы, которые могут увезти по лету целиком. Я просто охренел вообще. В этом плане хочется выразить в очередной раз свое восхищение организаторам фестиваля артиллерия, которые... Ну, собственно, мы были приятно удивлены, мы приехали в этом году на застройку стендов, и мы такие, типа, блин, у нас же... а у нас стенд, чтобы ты понимал, два с половиной на три метра, и это только одна створка, а их четыре, блин. Ну да, мы сейчас столы, вот это все. Идея в том, что мы приезжаем на стенд артиллерии, такие, типа, блин, ребятки, дайте нам чего-нибудь. А, я не забылся. Вечная классика. Хотя у меня идет еще. Нет, все нормально, говорят, что все идет. Ну и ладно. И мы говорим, блин, ребята, если какой-нибудь грузчик, и нам сразу говорят, вот вам, типа, ребята-грузчики, им заплатили за то, что они грузят, вот вам тачка, на которой можно катать всякие тяжести. Вот, в общем, артиллерия, это просто... что-то же, что норм. А, вот, подключение, перед подключением успешно. Да там даже дело не в организаторах, там в владельцах площадки, то есть организаторы там ничего с этим поделать не могут, это именно владельцы Крокус Экспо, они заломили такие совершенно конские цены. Я просто офигел. Вот, в итоге мы на второй день, когда нам надо было откружать там что-то, какой-то совершенно чудовищный тираж этих, как раз мифбуки, по-моему, приехали. Ну вот, и там девчонки побежали, быстренько договорились с кем-то, у кого-то оставалось время еще на прокат этих вилл. Ну вот, и нам там какие-то копейки дали им поюзать. В итоге мы успели там кое-как разгрузиться вовремя, но это просто жесть, конечно. Такими сволочами еще надо постараться быть. Опять обрыв. Опять обрыв. Да что ж такое-то? Ну ладно, мы уже скоро будем двигаться к концу. Не переживай. Насколько ты, Артем, считаешь себя сейчас социализированным человеком? После стрима? Да. Блин, а как это определить вообще? Есть какие-то критерии? Ну я не знаю. Возможно, потому что ты чувствуешь себя в толпе. Чувствуешь себя в вещающем лекцию уже по окружению. Вообще нихрена подобное. Пока Артем плачет, я тут расскажу, да, что у нас спрашивали в чате, что за анонс лекций у тебя в фабрике. Да, казалось бы, что делает Артем на канале Смирновску. Артем готовится к лекции. Здорово, пацаны. Да, у нас в петербургском артспейсе по адресу Таврическая, 17 будет лекция от Артема. Ну не лекция, а формат фриток. То есть свободная беседа по поводу того, как рисовать окружение. Собственно, Артем подготовил какой-то план и будет его придерживаться, я надеюсь. Вот, и в общем-то можно будет прийти к нам в гости. У нас там чай, кофе, печеньки. У нас, кстати, очень вкусный кофе. Прям вообще топовый. Три в одном пакетики? Якобс? Если бы, если бы. Блин, реально мой любимый кофе. Только его пью. Там просто идеальная дозировка сахара, чтобы типа с утра взогнаться, так сказать, и начать что-то делать. Я кофе так-то вообще не пью. Ну да, надо будет затестить. Печеньки же есть, печеньки. Печеньки имбирные, кстати. О, кажется, в прошлый раз, когда я был там, какой приступ. Да, я в комментарии скинула лекцию на таймпад, где можно записаться на лекцию. Вот. Пожалуйста, если вы собираетесь прийти в кости, лучше запишитесь, потому что... Лучше передумайте. Ты всегда так говоришь. Вот. Потому что у нас, скорее, количество мест ограничено, собственно, вместимостью артспейса, поэтому лучше ответить. Потому что у нас, к сожалению, или к счастью, бывали такие моменты, когда народ сидел друг на друге. В частности, у нас выступал Антон из Playrix, он читал лекцию про UI, я пришла и я даже, ну, то есть, вот, зашла и не могла никуда, ни влево, ни вправо, потому что народ сидел друг на друге. А секрет прост, потому что щеки редкие звери, им платят хорошо. Да, мне кажется, в следующий раз, когда какого-нибудь VFX найдем, будет вообще... ну, я думаю, если я дышу до лекции, там будет место, чтобы ты на одну подушку положил тело, на другую раскинул руки, на третью положил ноги, все, будет комфортно, я уверен. Так у нас подушек всего восемь, что ли, штук. Я о чем? То есть, ты не планируешь наш лагерь? Вообще нет. Ну, типа, блин, да еще фритол с каким-то почти практически новым имам. 18к подписчиков на отстанции, серьезно, ну, типа, я не знаю, откуда все эти люди сами пришли. Я его не звал. Да, ну, вообще, на самом деле, у нас в Питере еще будет одноклассная лекция после Артема, но не будем совсем загадывать, это вы все равно забудете, мы еще потом проносим 15 раз. У нас будет лекция про права художников в геймдеве, они есть. Ну, ладно, хоть одноклассная лекция будет за следующую неделю. Да, на самом деле, это будет через неделю, то есть, не в эту субботу, которая грядущая, а через нее. Будет читать ее Саша Симуш, но также известная под ником Сэндледи, она лид-артист в Плэриксе. Сэндледи, ох, ох, Сэндледи, да, мне кажется, этот человек, вот когда говорят, о какой должен быть портфель в геймдеве, вот ты просто кидаешь ее в портфель и такой, вот такой. Да? Надо посмотреть. И у нее еще в свое время был на Девиант Арте, когда еще там было по папочкам раскидно, то есть, с ней были отдельно пропсы, отдельно Энвира, отдельно персонажка, и все, вот такой типа образцово-показательный, образцово-показательный казуал, это, ну, типа очень круто. Ну, ну, ладно, мы еще попозже вам об этом расскажем. Да, давай, наверное, закруглям там. Ну, да, наверное. Да. Ну, что, я тебе, чтобы ты не особо, ну, как бы после стрима выдохнул, я тебе уже кинула мема с котами, чтобы ты прям, ну. Мема с котами. Подожди, подожди, дай, куда ты? А, да, 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 вот это просто. Я надеялась, ты терпишь до конца слова. Просто топовые, пацаны, зацените. Блин. Вот это, вот это, просто. Вот, в общем, да, спасибо тебе большое, что пришел. Да, спасибо, что пришли на стрим. Да, информации полезной на стриме было примерно ноль. Зато смотрите, какой полезный кот. Да, зато полезный кот. Вот, ждем вас всех в субботу в Питере, в арт-пространстве на лекции Артема. Что еще у нас будет? Господи, это кота принес. Это Артем несется читать лекции. Это я читаю лекции, вот прямо так. Да, и в общем-то, следующий стрим у нас будет по традиции Артем. У нас в общем-то, следующий стрим по традиции будет в следующее воскресенье, да, у нас теперь стрим один раз в неделю, и в воскресенье у нас будет Ваня Кунах и Яна Венгерова. Ваня Кунах, он хорош тем, что ему что-то... Он молод и скиллов. Очень сильно молод, очень сильно скиллов. Вот, и на этом у нас на сегодня все. Спасибо всем большое, и до следующего воскресенья. Пока-пока. До свидания.